всем привет сегодня я расскажу вам без чего дизайнерский интерьер никогда не станет красивым а именно поговорим об акцентах в интерьере и а так называемых фокусных точках интересно поехали друзья все мы хотим жить в красоте именно поэтому вы заказываете у дизайнеров дизайн интерьера либо делаете его сами но так или иначе всех нас тянет к прекрасному вопрос как же сделать наши интерьеры прекрасными все кроется в композиции друзья мои и те самые фокусные точки или акценты это элемент композиции но настолько важны что без него ваша квартира не станет по дизайнерски красивой так вот ребята какие пункты сегодня разберем первое что такое яркие акценты в интерьере из чего они состоят второе что нежелательно использовать в качестве ярких акцентов в интерьере третье по каким принципам расставлять яркие акценты в интерьере дам вам правила ну и четвертое примеры на примерах разных комнат я вам покажу как выглядят эти самые акценты так называемые фокусные точки прежде чем начнем подписывайтесь на канал жмите на колокольчик можете лайк сразу же поставить потому что будет точно интересно и полезно но познавательно сто процентов и так яркие акценты в интерьере вы знаете я хочу начать с одежды это всем знакомо все подбирают одежду все каким-то образом наряжаются и мы как бы вроде бы все понимаем как нужно наряжаться чтобы выглядеть красиво акцентно но и так далее в общем вы сами понимаете вот пример прекрасной шикарной женщины посмотрите во что она одета ну какой-то не очень так чтобы очень пиджачок да неплохой но сам по себе он я бы сказал такой немножечко невзрачный но появились пуговицы появилась брошь появилась яркая сумка и вот уже опа образ сложился ребята точно также работает в интерьере есть яркие акценты на которых нужно фокусировать внимание а есть не главные вещи в интерьере их мы как бы растворяем в интерьере ну или делаем их такими чтобы они поддерживали те самые акцентные фокусные точки и начну с примеров что такое яркие акценты в интерьерах что это может быть давайте пойдем по порядку я буду показывать картинки чтобы вы себе смогли визуализировать что это может быть это всего лишь маленькая часть примеров на самом деле их гораздо больше и так что это может быть это может быть красивая консоль или комод в прихожей над которой может висеть картина или зеркало а может быть кто-то захочет фотографию это может быть барельеф любой на стене в виде металла в виде гипса в виде чего угодно то есть это какие-то выпуклые части которые привлекают внимание это может быть какой-то арт-объект скульптура либо каких-то старых мастеров либо каких-то современных поэтому их и называют арт-объект что это может быть что-то такое непонятное но смысл заключается в том что это притягивает взгляд заставляет об этом говорить дальше конечно же это могут быть картины картина всегда является центром притяжения внимания это может быть какая-то интересная мебель в интерьере необычная яркая какой-то странной формы это тоже может стать фокусной точкой акцентным местом это также может быть свет свет сам по себе как источник света из какого-то необычного места либо какой-то необычный светильник который может стать центром притяжения взгляда второе что нежелательно использовать в качестве ярких акцентов в интерьере давайте посмотрим на примерах что не хотелось бы увидеть и что дешевит ваш интерьер ну например это могут быть яркие обои в корабликах в мячиках но вот знаете вся эта детская тематика вот эти оляпистые обои которые все так хотят почему-то купить всем кажется что это здорово но на самом деле это не здорово это слишком акцентное пятно на вашей стене а может быть все стены вы захотите закатать и это слишком много понимаете на этом фоне все остальные игрушки теряются мебель теряется и в итоге превращается в такую мешанину которая превращается не фокусную точку а во что-то такое захламленное я называю это визуальным мусором как стоило бы поступить в такой ситуации с акцентировать внимание на какой-то стене например это могла бы быть какая-то роспись либо это кусок каких-то вот этих самых ярких обоев и все больше ничего яркого не надо все остальное приглушаем а это делаем главным к чему мы притягиваем взгляд то что хотелось бы рассматривать а поговорим о ванной очень много продается различной плитки и когда вы ее выбираете есть великий соблазн купить плитку из одной серии ну например темный низ светлый верх бордюр посередине из этой же серии какие-то декоры и вот вы стараетесь все стены украсить 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 таким образом мы привлекаем внимание к этим самым бордюром к этим декором которые в общей массе сами по себе никакой ценности не несут и по большому счету начинает обесценивать дорогую сантехнику красивые смесители люстру даже возможно и поэтому это все великолепие опять-таки превращается визуальный мусор ну и также если про ванну говорить то акцентировать внимание на плитке по всему периметру во всей ванной я бы наверное тоже не стал таким образом мы как бы говорим смотри какой классный ремонт и красивые стены но тогда надо мебель делать еще краше еще круче ну как это делали знаете ли во времена людовика 14 барокко знаете такой стиль это когда всего сразу и многое в золоте но мы же так с вами не хотим все-таки сейчас больше современный стиль называется минимализм или чувственный минимализм или что-то такое поэтому не надо визуально засорять пространство вот так ребята делать не надо если говорить про гостиную то я бы избежал многоуровневых потолков натяжных потолков которые встраиваются в какие-то ниши вот например как на этом примере явно видно что люди хотели изо всех сил украсить это пространство как-то его выделить вот эту вот полосу какую-то сделали отражающую но таким образом просто раздробили пространство сделали его больше нелепым чем красивым то есть сам по себе потолок натяжной он дешевый и привлекать к нему внимание не стоит а здесь в этом примере мы как раз это и сделали плюс такие олиповатые шторы которые знаете ли продаются там в любом тряпочном магазине мы видим смотрим на них и вот вот видно что они вот такие простенькие то есть если уж мы акцентируем внимание на тканях то они должны быть дорогими хорошо сшитыми и окно должно быть красиво оформлены то же самое пол вот здесь запущена такая полоса из керамогранита вот он светлый вот он темный вот опять светлый вот это вот полосистость привлекает к себе внимание потому что это называется контраст и вот этим самым контрастом мы привлекаем внимание с другой стороны мебель совершенно растворилась и например диван мог бы быть красивым дорогим и картина над ним могла бы быть красивой дорогой но нет они растворились и теперь мы наблюдаем темную плитку и И вот эту вот блестящую полоску на потолке. В общем, это все дешевит интерьер. Так делать не стоит. Вот к этому внимания привлекать не стоит. Третье. По каким принципам расставлять фокусные точки и акцентные места? Все начинается с планировки. То, что мы должны с вами сделать, это вычистить пространство. Для этого мы должны организовать места хранения и все максимально попрятать в эти самые места хранения. А комнаты освободить от этих шкафов, крупной мебели, ну и прочего оборудования. После того, как мы это сделаем, мы сможем свободно расставлять мебель. Когда мы ее расставили, мы должны расставить ее таким образом, чтобы мебель как бы нанизывалась на оси. Понимаете, вот здесь на этом примере видно вот эти самые оси и как мебель садится на эти самые оси. На противоположных концах этих осей мы можем предположить, что могут быть фокусные точки. Например, здесь одна фокусная точка – это диван. Сам по себе может быть красивым. Напротив дивана может быть комод с телевизором, с картиной или с какой-то красивой акцентной стеной. Это тоже фокусная точка. По двум другим краям – это камин и два кресла. Поэтому все объединено в круг. Это называется композиционный узел. Но фокусные точки, которые находятся по кругу, они и формируют этот самый композиционный узел. Где еще могут быть фокусные точки? Ну, конечно, над столом люстра, сам стул и кресло вокруг этого стола. Здесь же за столом какой-то предмет. В данном случае это пианино. Ну, а также это может быть, например, посудный шкаф с красивой посудой. Это тоже может быть фокусной точкой. В прихожей обязательно я рекомендую напротив входа ставить комод либо консоль с какой-то красотой над ним. Сейчас мы посмотрим примеры с вами. В ванной – это раковина, конечно, над которой висит красивое зеркало. Это тоже фокусная точка. Если мы не будем их организовывать в нашем интерьере, то той самой красоты вот этого дизайнерского шарма не получится. Получится просто обыкновенно хороший ремонт. Все, без какого-то изюма. Вот именно изюм кроется в этих самых фокусных точках, которые нужно грамотно, я подчеркиваю, грамотно расставить на планировке. И поэтому планировка очень важна. А уже потом с помощью дизайна решить, что же это будет, из чего состоит эта фокусная точка, из чего ее собирать, как ее композиционно выстроить. Но изначально это планировка. Ну а сейчас давайте перейдем к примерам и посмотрим, как это может выглядеть в интерьерах в различных помещениях. Итак, прихожая. Ну, конечно, мой любимый прием – это либо консоль, либо комод, над которым можно повесить красивую картину, либо зеркало. Вот здесь на примере мы видим, как комод, картина и даже светильник наверху формируют единую ось и единую композицию, которая красиво в пространстве смотрится. Вот другой пример, пожалуйста, где тоже стоит комод, висит картина. Но здесь еще использован такой прием, как колор-блок, когда мы стену раскрашиваем и этот кусок стены тоже становится частью композиции. Но все это формирует так называемую фокусную точку. Вот, пожалуйста, консоль. Эта консоль скрывается на фоне стены, таким образом, как бы делая ярче картину, которая висит над этой консоли. Поэтому она специально в золоченой раме, специально с таким сюжетом, который откликается клиенту. Таким образом мы привлекаем внимание именно к этой картине. Обратите внимание, ни к двери, ни к шкафам, ни к каким-то там светильникам черным, а именно вот к этому месту, к картине. Это красиво, это фокусная точка. Дальше в прихожей, например, мы можем привлечь внимание очень аккуратно и деликатно к пуфику, на которой мы присаживаемся для того, чтобы снять или одеть обувь. Вот, пожалуйста, как в этом интерьере. Все очень мягкого цвета. И тут вдруг появляется более насыщенный, более яркий оранжево-терракотовый цвет вот в этом вот пуфике. И так тоже можно привлекать внимание именно к месту для сидения. А вот, например, еще в прихожей, обратите внимание, вот эти два примера. Это крючки для одежды. Я хоть и не люблю быстрые гардеробы с крючками, но иногда приходится их делать. И вот вам вариант, пожалуйста. Он больше такой в стиле поп-арт. Это такие яркие грибочки на стене разноцветные. Это детский вариант такой прихожей, знаете. И сама по себе композиция из этих крючков выглядит интересно. И если разноцветная одежда будет на них висеть, это тоже будет выглядеть как единая композиция. То есть, таким образом мы не скрываем одежду, а делаем ее частью композиции в прихожей. Это тоже важно учитывать. Вот, посмотрите, вот эти вот крючочки в виде птичек. Это на самом деле места, куда мы можем повесить одежду. Но здесь все, и крючки, и роспись на стене, и вот это вот пуфик, банкеточка. Это все является частью композиции, и это призвано привлекать наше внимание и называется фокусной точкой. Вот вам тоже такой пример, пожалуйста. А вот прихожая в таком стиле лофт, когда вообще все просто. Зеркало висит как бы на крючке на стене, понимаете. Вот в зеркале такая дырочка посередине, и зеркало висит на этом крючочке. Тоже очень интересно на фоне кирпичной стены, на контрасте. Вот так вот это может выглядеть. То есть это все выполняется очень за недорогие деньги. То есть сами посмотрите, то есть рама для консоли сварная, сверху кусок зеркала вырезанный и висит на крючке. Все, все очень просто, но выглядит вкусно, и за счет своей необычности привлекает наше внимание. А вот, например, если вы хотите сделать что-то шикарное, то есть, пожалуйста, вот вам еще один вариант. То есть это дорогой комод, это дорогой декор, это дорогие светильники, дорогая мягкая обивка стены, на фоне которой весь этот декор расположен. Но все это называется фокусной точкой, и таким образом мы можем оформлять прихожие. Кухня, гостиная, столовая. Если мы говорим об этом помещении, то я на самом деле очень люблю кухню скрывать. Не делать на ней акцент, а на чем же делать акцент я люблю, и рекомендовал бы вам тоже рассмотреть эти варианты. Конечно же, это столовая группа. Стол, стулья и люстра над ним. Вот, пожалуйста, великолепный пример, где мы видим, как по центру, как бы на одной оси, выстраивается единая композиция. Стулья вокруг стола, за столом большая красивая картина с букетом цветов абстрактных. И даже если на столе у вас не будет стоять цветов, то эта картина всегда будет вас радовать цветами. Ну и все это венчает великолепная люстра. Пожалуйста, другой пример. Например, это мебель. Здесь, в этом варианте, необычные кресла в виде бутонов цветов. Великолепная фабрика Эдро итальянская предлагает нам такой великолепный дизайн. И мы можем на этом сконцентрировать наше внимание. Это будет фокусной точкой в интерьере. Тоже интересно. Это может быть часть мебели, как, например, вот на этой кухне. Обратите внимание, как я уже говорил, кухня не привлекает к себе внимания. Она как бы растворяется в интерьере. Но зато очень интересная и необычная нога. Это нога как бы от розового фламинго. Вот такая вот розовая. Ну это, знаете, такой юмор. В интерьере тоже может быть. Кому-то это покажется фейково, как-то ужасно. Ну и слава богу. А кому-то интересным, мне кажется, что для молодежи, те, кто любит юмор, что-то необычное, это понравится и будет вызывать у гостей улыбку, вопросы. Это можно обсуждать. Ну и точно это будет не как у всех. Это и есть тоже фокусная точка. Это может быть акцентная стена, как в этом примере. Кстати говоря, все примеры, которые я показываю, это проекты нашей студии. Здесь мы не брали чужих каких-то примеров. Все сделано у нас нашими дизайнерами под моим чутким руководством. Вернемся к интерьерам. И вот здесь, например, фокусная точка может стать просто кусок стены, который выполнен под грубый камень. И это само по себе на контрасте материалов привлекает к себе внимание. Это может быть картина. Безусловно, картины мы очень любим. Мы их используем в интерьере. Они всегда задают настроение. Они всегда делают интерьер богаче, интереснее. Всегда возникает масса вопросов, связанных с ними. Всегда это хочется обсуждать. И как бы поднимает статус самих хозяев квартиры. О, искусство в интерьере. Давайте поговорим об этом. Так вот, картины. Пожалуйста, над диваном. Таким образом, мы концентрируем внимание именно в этом месте. Обратите внимание, даже не на отделочных материалах. То есть, на самом деле, квартира может быть достаточно простой, но с помощью искусства вы можете сделать ваш интерьер богаче. Это и есть фокусная точка. Например, вот на этой кухне картина, она небольшая, но как она привлекает внимание? Она висит над островом, посмотрите. Но за счет изображения и сюжета на этой картине, она заставляет посмотреть на нее и задуматься, что там это же кто? Это же Аполлон, а почему у него жевательная резинка, и он надувает ее в пузырь? Но опять это тот же юмор, это можно долго обсуждать. Но само по себе решение является фокусной точкой. Таким образом, мы привлекаем внимание сюда, отвлекаем взгляд от смесителя, от раковины, от кухни. Она тоже классная, она тоже красивая, но должно быть что-то главное. Должна быть какая-то брошка на костюме, понимаете, которая привлекает внимание. Это не значит, что все другое должно быть плохим. Нет, куда-то мы должны привлечь взгляд к чему-то главному, акцентировать внимание на какой-то истории, возможно. И вот отсюда уже можно ввести рассказ об этом интерьере. Например, это как пример. Напишите в комментариях, может быть, какие ассоциации у вас рождаются. Но вот эти вот примеры, их здесь, к сожалению, не очень много, но просто все я не могу показать. Но самое главное, что принцип вы поняли. В спальне это может быть картина над изголовьем кровати. Это может быть само изголовье кровати плюс картина. Все это может быть частью композиции. Это может быть и люстра, и ковер, и кровать, и картина. Все может завязываться в единую композицию, где есть что-то главное. Безусловно, здесь это журавли на картине. И сюда мы, опять же, как бы фокусируем наш взгляд. Но обратите внимание, то есть взгляд не распыляется. То есть он не бежит по стенам каким-то сильно расписным. А мы понимаем, куда следует посмотреть. Таким образом мы как бы структурируем наш взгляд. Это и есть фокусная точка. В спальне это может быть барельеф на стене. Это может быть необычная обивка стены. Вот как здесь над изголовьем кровати. Вот как бы с такими каплями, которые все отражают в себе. И сами по себе становятся очень интересными арт-объектами. Которые притягивают к себе взгляд. Это может быть не сама кровать, и не само изголовье над кроватью. Вот как в этом примере детской комнаты. А это могут быть совершенно другие вещи. И это очень актуально, например, в детской. Когда мы хотим отвлечь внимание от спального места. Но тогда надо его куда-то в другое место собирать. И концентрировать где-то в другом. А что это может быть? Ну это может быть роспись на стене. Это могут быть какие-то необычные предметы декора. Которые привлекают взгляд. Мебель, растения. Обратите внимание, как у нас взгляд не замечает место для сна. И переключается на другие более интересные вещи. Вот это называется фокусная точка. С помощью этого мы можем управлять взглядом зрителя. И грамотные дизайнеры этим пользуются. И это у них называется управление взглядом. У нас есть много помещений. Над каждым помещением нужно думать. Даже в гардеробной комнате. Ну а завершу я этот ролик комнатой, которая очень важна, на мой взгляд. И не заслуженно ставится в ряд таких незначительных помещений. Это ванная комната. Я считаю, что ванная комната это точно такая же полноправная, полноценная, жилая комната, как и все остальные. А значит мы должны в ней точно так же говорить о оформлении, о композиции, о фокусных точках. Ну и вот примеры ванных. Что это может быть? Ну конечно это может быть зеркало. Вот пример вот этой ванной комнаты. Когда все вокруг лаконично. Здесь мы как раз решали вопрос удешевления. Все, что вы видите вокруг, плитка, это все очень просто и недорого. Но за счет акцента в виде зеркала и лампы над ним, мы делаем этот интерьер как бы богаче. Заставляем разглядывать это необычное зеркало. На самом деле это просто обыкновенный слэп дерева. Спилили, туда вмонтировали зеркало. И вот пожалуйста такой интересный, необычный дизайнерский декор. Это может быть и зеркало, и тумба, и к этому мы привлекаем внимание. То есть вот необычное зеркало, а тумба с раковиной. Вот это все может стать фокусной точкой. А все остальное, такие приборы как унитаз, ванна например, мы немножечко как бы растворяем в интерьере. Это растворяем, а на раковине фокусируемся. Вот что значит фокусная точка. Это может быть, например, просто раковина. Вот как пример этого интерьера, который мы недавно сделали. Необычная раковина природной формы, как будто это кусок камня, в котором вырезали эту самую раковину. Заставляет наш взгляд притянуться к ней просто за счет своей необычности. Это может быть какая-то картина или роспись в ванной комнате, как вот в этой шикарнейшей ванне. Обратите внимание, здесь кресло и картина на стене в душевой являются той самой фокусной точкой, которая притягивает внимание и заставляет вас, зрители, задаться вопросом, что картина в ванной, это что такое? Как так? Так не бывает, такого не может быть. Может, бывает. И даже больше скажу, так и нужно делать. Ну или как-то по-другому. Но в любом случае это красиво. Ну, может быть, не в чьей-то стилистике, что называется. Может быть, вы поклонники другой эстетики. Но вот конкретно в этом случае у этого заказчика это все вызывает восторг. Это может быть какой-то необычный декор, как в этом примере, где мы в стене просто вырезали такую как бы расщелину. То есть это у нас вроде бы как образ пещеры. И вот в этой расщелине там что-то светится. Мы даже решили, что там сделаем золотым цветом, как будто такие, знаете, кладоискатели нашли золотую жилу, и вот она здесь засветилась. Но это же просто интересно, привлекает внимание, необычно заставляет об этом говорить и обсуждать этот элемент в дизайне. Что вы думаете по этому поводу, напишите в комментариях. Может быть, вы напишите, как вы себе представляете фокусные точки и напишите ваше мнение, нужны ли они, важны ли они. Или все-таки, по вашему мнению, важен сам по себе ремонт как таковой с красивыми обоями и стенами. В общем, пишите, что важнее. А на этом, друзья, все. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ставьте лайк. Да пребудет с вами Муза. Делайте интерьеры красивыми. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!